Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Баль. Смотрите выпуски. Александра Волкова не стала. Республика вспоминает своего первого и единственного президента. Удмуртия прошла финансовую проверку. В итоге кадровые перемены. Госзакупками займется активист ОНФ. Сколько стоит выпускник или деньги на вечер? Родителям и дошкольников и школьников предложено раскошелиться. Этнодеревню хотят построить в Удмуртии. Где и зачем республике такая? Расскажем. 20 мая стало известно, что скончался сенатор от Удмуртии и первый президент республики Александр Волков. Личности для региона и для страны знаковая. Более 20 лет он возглавлял Удмуртию. И многие достижения республики связаны именно с его именем. В ночь на 21 мая в республику пришло печальное известие. Скончался Александр Волков. Первый и единственный президент Удмуртии. Жесткий, целеустремленный, авторитарный, борец по жизни. Он искренне любил Россию и Удмуртию. И воплощал в регионе то, что считал нужным. Часто не благодаря, а вопреки. У Александра Александровича появилась историческая возможность реализовать в республике то, что он лично считал необходимым реализовать. И он это сумел сделать. И это в значительной степени был его личный вклад. И можно прямо сказать, что без его инициативы, без энергии, без его умения очень четко планировать и добиваться того, что он хочет, ну очень многого бы в республике просто не состоялось. Волкову достался трудный период в истории Удмуртии. Мощнейший экономический кризис 90-х, развал сельского хозяйства и оборонного комплекса. Он всегда говорил о созидании и дорогу осилит идущий. С уходом Александра Волкова в республике завершилась целая эпоха. К сожалению, республика понесла невосполнимую утрату. Мы потеряли человека, человека-государственника. Человек, который до последних дней своей жизни думал о нашем государстве российском и старался все делать для того, чтобы жилось в республике и в стране в целом лучше. Он такую память по себе оставил. Зоопарк, цирк, куда можно из всей Удмуртии возить школьников, детей, показывать им это все. Ну и, конечно, храм. Покажем чужина. Он всегда поощрял инициативу, всегда вот это, и сам тоже проявлял, например, в Глазове у нас вот это индивидуальное строительство жилья, это вот, как бы, вот так сказать, поднял. Он очень много построил объектов дошкольного образования, ведь у нас очень большая проблема в городе Ижевске и вообще в Удмуртской республике, что детишек, особенно в одноклетнем возрасте, очень сложно определить в сад, достать путевку. Он, конечно, очень много таких объектов возвел, и они достаточно качественные. Сегодня с именем Александра Волкова связана каждая школа и стадион на селе. Село он всегда уделяло особое внимание. Возрождение Ижавта, строительство перинатального центра и спорткомплекса «Чекирилл», цирк, зоопарк, национальный драматический театр, Свято-Михайловский собор. Его программу «Жилье для молодой семьи» сегодня с благодарностью вспоминают больше шести тысяч новоселов. Мечтали о своей квартире, вот и, наконец-то, мечта сбылась. То есть, если бы не эта программа, естественно, мы бы никогда, наверное, не купили сами. Большая благодарность за то, что построен такой храм, то есть, благодаря его усилиям, его сильной воле был построен этот храм. Александр Александрович для меня всегда останется учителем, наставником. Нам часто говорили, какие вам еще дотации, какая вам еще помощь, мы вашим молоком можете поля поливать, мы всю Западу закупим. Именно Александр Александрович делал все для того, чтобы наше Удмуртское село расцветало, чтобы оно жило, чтобы дети рождались, чтобы молодые семьи строились, чтобы социальная сфера на селе дороги газификация проходила. Первого президента Удмуртии любили и критиковали, равнодушных не было. Его деятельность оценят историки и время. Он же верил в силу команды, ценил дружбу и бесконечно любил свою семью. Я благодарен Всевышнему, что у меня все есть. Жена, которую я люблю, и дети, внуки, от которых я просто без ума. Мне очень нравится моя работа. Она, естественно, непростая, но я ее люблю от того, что усилиями огромного количества людей в нашей республике при моем участии непосредственно происходит столько добрых дел. Похороны Александра Волкова пройдут в Ижевске предварительно 24 мая. Прощание состоится в Свято-Михайловском соборе. Соболезнование в адрес родных и близких первого президента республики вырезал временно исполняющий обязанности главы региона. Он отметил, что лучшим признанием заслуг Александра Волкова являются не только многочисленные награды и звания, но и уважение коллег и соратников, репутация человека, досконально знающего и искренне любящего Удмуртию. Сегодня на аппаратном совещании память первого президента республики почтили минутой молчания. Аппаратное совещание сегодня было посвящено итогам работы экспертной группы из Российского министерства финансов. Специалисты выявляли системные ошибки, которые привели республику к большому долгу. Сегодня были озвучены первые выводы и приняты новые кадровые решения. Оксана Худякова расскажет. На руках руководителя Минфина республики краткий анализ ошибок, которые выявили эксперты Минфина страны. Они здесь работали прошлую неделю. Под столь пристальное внимание Удмуртия попала из-за огромного долга. Он сегодня практически равен собственным доходам региона. Это при том, что в республике раздуты штат чиновников. А последняя оптимизация бюджетного эффекта не дала. Эксперты указали и на недостаточную работу над доходной частью. Так бюджет серьезно недополучает имущественные налоги. Например, от псевдобесхозяйных объектов. Они построены, работают, но собственники просто предпочитают их не регистрировать. В основном это торговые центры. Они приносят доход. Они работают на территории города Ижевская основная концентрация 209 объектов. Здесь я обращаюсь к муниципальным образованиям. У вас есть полномочия заявить права на эти объекты, как на бесхозные. Я думаю, что это приведет к регистрации этих объектов, и они попадут в систему налогообложения. Еще одна проблема, выявленная экспертами, неэффективное использование средств. Например, на долгострой их по республике больше 700. В ближайшее время по ним проведут ревизию. Остаются вопросы и по закупкам. Как в этом году используют дорожники 6 миллиардов рублей, проверит специальная рабочая группа. Отдельно я ориентирую рабочую группу на состояние нашей дорожной разметки. Для меня ситуация абсолютно очевидна. У нас контракты, у нас самый дорогой щебень. По такой цене, что, ну я не знаю, можно в Калининграде добыть и самолетом перевезти на Чуковку. Безобразие. Ну как? Уже понятно. И уголовные дела. Но нет, но все продолжается. В рабочую группу по дорогам войдут не только местные эксперты, но и технические специалисты из Миндор-Транса страны, счетные палаты и руководители проекта ОНФ за честные закупки. Причем не дистанционно. Анастасия Муталенко, Александр Бричалов пригласил на постоянную работу в республику. Главное, чтобы у нас был порядок наведен в закупках. Я уже сегодня приводил примеры. В сфере дорожного хозяйства у нас закупки на 10-10 миллиардов рублей экономят на целых 15%. Итогом работы экспертной группы Минфин страны должен стать план по финансовому оздоровлению республики. Причем этот план будет обязательным к исполнению. В противном случае регион рискует остаться без должной федеральной поддержки. Оксана Худякова, Юрий Зелененький, телеканал «Майорбурти». А сегодня срочный внеплановый дорожный ремонт начался на перекрестке Славянского и Воткинского шоссе. Там произошел обвал грунта. Причина – порыв магистрального водопровода. Он принадлежит водоканалу. Сам порыв уже устранили. Даже обошлось без отключения. Так что жители ближайших домов последствия аварии не почувствовали. Чего не скажешь про водителей. Участок дороги перекрыт. ГИБДД просит водителей обращать внимание на временные дорожные знаки. Завершить восстановительные работы водоканал обещает завтра утром. О кризисе в строительной отрасли говорили сегодня на президиуме Государственного совета Удмуртии. Руководитель Минстроя, в частности, отметил сложную ситуацию в производстве стройматериалов на территории республики. Назвал ряд объектов, возведение которых заморожено. При этом сообщил, что за год Удмуртия выплатила большую часть долга перед строителями, который накопился с 2013 года с 2,5 миллиардов до 430 миллионов рублей. У нас незавершенного строительства очень много. И мы предлагаем до 1 января 2018 года выделить те объекты, которые действительно нужно достроить. И эти объекты включить в план. Сформировать реальный перечень объектов, которые мы можем сделать. И не распылять финансовые ресурсы. 20 мая по всей стране прошли акции, посвященные Всероссийскому дню посадки леса. В Удмуртии самый многочисленный десант людей с лопатами и саженцами высадился в окрестностях Малой Пурги. На месте бывшей еловой и лесополосы площадью 5 гектаров были высажены 30 тысяч саженцев сосны. Почему здесь эта площадь после 2010 года была подвержена усыханию? В основном насаждение было представлено елкой. Елка усохла. Пришлось проводить сплошные санитарные рубки. Ну и вместо вот этой вырубки необходимо сейчас создать насаждение. Было принято решение. Если посмотрите вокруг, в составе есть сосна. Она прекрасно себя здесь чувствует. Было принято решение создать здесь сосновое насаждение. В этой акции по посадке леса приняли участие почти тысячи активистов, представители разных партий и общественных объединений. Всего в нынешнем мае в рамках Всероссийского дня посадки леса в Удмуртии было посажено лесных культур на площади 4 тысячи гектаров. Карту возможностей сегодня пишут в Селтинском районе Удмуртии. Уникальные площадки и выгоды для инвесторов ищут во всех городах и 25 районах республики. Конкретные проекты станут базой для большой интегральной карты возможностей. Она называется «Инвестируй в Удмуртию». Так, в Селтинском районе презентовали сразу три перспективных проекта. Это производство льно-продукции, переработка молока, туристический кластер. Оценить потенциал района приехали представители бизнеса. Те самые уникальные преимущества каждого района должны быть изложены так, чтобы любой инвестор, который захотел, взял, зашел на сайт Селтинского района или в Удмуртской республике нашел Селтинский район, сказал, а вот этот район, а вот эти преимущества, исходя из сырья людей и так далее, они мне подходят больше всего. И, естественно, должны быть проработки не только инфраструктурных вещей, но и связанных с маркетингом так называемым. По словам Марины Городиловой, директора телерадиокомпании Удмуртия, успех проектов зависит в том числе от информационной открытости и освещения в СМИ. Одно из неожиданных предложений, прозвучавшие на встрече от Селтинцев, провести в районе фестиваль катаржанской песни. Напомню, здесь проходил Сибирский тракт, по которому к местам ссылок конвоировали всех декабристов и революционеров. Открытие музыкального конкурса запланировано на август. Национальные вопросы решались в выходные в Лударвае. Этнодеревня на минимум 20 гектарах появится в Удмуртии. Зачем республика такая и на какие средства ее будут строить, сейчас расскажем. Вот так со знакомства с Удмуртской Тангарой началась экскурсия по Лударвае. Территория 60 гектаров. Принцип застройки – микросела. Удмуртская, русская, в планах – бессермянская. Посещаемость – 50 тысяч туристов в год. Оценка Александра Бричалова – очень мало. Здесь, если это все правильно упуковать, у вас… Сколько у нас в Ярославской в Ярославской? 100 тысяч? Да, 100 тысяч туристов будет иностранных. Кинерму – 5 дворов. 6 тысяч туристов. 6 тысяч – 5 дворов. И бог надея, находится, конечно. Где будет находиться этнодеревня, тоже принципиально. Об этом проекте в республике мечтают давно, а в Калужской области он уже существует 10 лет. Руслан Байрамов – руководитель проекта. Он здесь, чтобы поделиться опытом. 83 гектара, весь мир в одном месте. От Австралии, Океании до Латинской Америки. И Россия здесь объединяет. Те проекты, которые видите вы здесь, реализованные проекты. У нас в самом большой музее русской печи, русской подворье, украинские хаты, Сибирь. Удмуртия в этном мире представлена лишь мельницей. Пока. Как расширить свое присутствие там и создать свою этнодеревню здесь, будут решать в рамках проектного офиса. Один принципиальный вопрос – финансовые с национально-культурными объединениями решили. Финансирование будет федеральной или местной, или только своим силам. Строительство дома, избы и так далее за бюджетные средства не будет. Подведение коммуникации, дорога – об этом мы будем говорить. Если на этом у руководителей национальных сообществ вопросы закончились, то у исполняющего обязанности главы нет. Уверен, национальные праздники – отличная возможность рассказать о республике. Но мы почему-то этим не пользуемся. Я посмотрел, как мы сделали фестиваль Гербер в Москве. Меня не устраивает это. Календарь праздников нужно формировать минимум за полгода до назначенной даты и рассылать именные приглашения. Так, республика персонально собирается пригласить на московский Гербер Станислава Говорухина и вице-премьера российского правительства Аркадия Дворковича. Марина Барь, Елена Слесарева, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Считанные дни остались до массовых выпускных торжеств. В Удмуртии праздничные вечера стартуют уже на этой неделе. По традиции их открывают дошкольники и четвероклассники – выпускники начальной школы. Каждый год памятный выпускной вечер дорожает. О том, сколько сегодня готовы заплатить за детский праздник взрослые, выяснила Елена Буховская. Дни до своего первого выпускного пересчитывает дошкольник Максим Гулин. В садике торжество назначено на 25 мая. Еще осенью родители заказали кафе, купили памятные подарки, рассказывает его мама Марина. На праздник уже потратила 5000 рублей. И эта сумма без нарядов. Мы заказывали через интернет. Потому что таких костюмов, которые мы бы хотели, мы их в магазинах не нашли. Получается, через интернет. Конечно, конечно, подешевле. Как одеть ребенка дешево и модно, хитрый ребус, решает Вероника Вахрушева. Нынче в ее семье сразу три выпускника. Старшая заканчивает 11 класс, младшая – 9. Причем впервые близнецы решили, костюмы должны быть разные. Нас всегда старались одевать одинаково, но все же я хочу, чтобы у нас одежда была разная. У нас мужи взрослые, и вкусы у нас совершенно разные. На выпускной девятиклассников-близняшек у Вероники попросили 10 тысяч рублей. Еще столько же нужно подготовить на праздник старшей дочери. Она заканчивает школу. Итого 20 тысяч на подарки, цветы и ужин в ресторане. Я до сих пор еще не внесла всю сумму. И пока, если честно, даже сомневаюсь, что смогу все внести. И, возможно, обойдемся только последним звонком. А выпускной в кафе, может быть, даже и не потянем. О том, что набор выпускника в этом году стал дороже, подтверждают в Удмуртстате. Так, нарядить и причесать мальчика на выпускной детского сада выйдет в 5,5 тысяч рублей. Школьников еще дороже. Которые выпускаются после 9-го или заканчивают школу после 11-го класса. Стоимость затрат уже увеличилась довольно-таки значительно. И в среднем она составила 16 400 рублей. И вот эта стоимость затрат по сравнению с апрелем 2016 года увеличилась уже на 10%. В Удмуртии выпускные вечера уже стартовали. По традиции, первыми череду торжеств открыли детские сады, начальная школа. У девятиклассников и выпускников школ праздничные балы назначены на июнь. Елена Абуховская, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Уже в этот четверг у выпускников 11-х классов стартует последний звонок. По традиции, торжества пройдут 25 мая. Как раз в этот день синоптики обещают в Удмуртии потепление. К концу недели столбик термометра повысится на 10-12 градусов. Сейчас в республике царит арктический холодный фронт. В Удмуртии он пришел из Архангельской области. Ветреную погоду и ночные заморозки синоптики обещают до среды. Сегодня мы выпустили штормовое предупреждение о заморозках. В ближайшую ночь ожидается до минус 2 градусов по северным районам воздухи. На почве заморозки до минус 5. Это явление опасное, потому что сейчас уже вегетация активная. Завтра днем ожидается, как сегодня, примерно всего лишь до плюс 12-13 градусов. Осадков существенных мы не ждем в эти дни. Осадки могут прийти вместе с теплом 25 мая. Однако синоптики прогнозируют, что потепление будет кратковременным, всего на 2 дня. И к воскресенью в Удмуртии снова похолодает. Замечу, что сегодня официально в Ижевске был окончен отопительный сезон. На этом все. Далее новости спорт с Мариной Азябиной. Еще больше новостей на нашем сайте majudan.ru. Удачи вам и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok